Ну, я просто не знаю, как это сейчас говорить, вот про это все. Всем привет, меня зовут Антон, это рядом со мной стоит Никита, мы основатели кондитерской чистбейкери, и рядом еще с нами Ирина, это наш шеф-кондитер. Она подявящая фамилия Пирогова, поэтому для нас вдвойне было приятно прийти на презентацию этого сериала. Бизнес наш начинался на нашей домашней кухне, как и многие истории домашних кондитеров. Жена увлеклась выпеканием тортиков, а я, как по совместительству фотограф, сказал, что давай я тебе все это красиво отфотографирую, выложим это в Инстаграм. Изначально это все закрутилось, сразу очень быстро, достаточно большой поток заказов пошел. Я узнала, что снимаю сериал Пирогова, это было очень забавно, очень забавное совпадение. Не уверена, что это прям моя история. В общем-то, она похожа на общую историю кондитера, который начинает работать дома, пресечь незаконную предпринимательскую деятельность. Это в наших силах, чем мы занимаемся. Вера Викторовна, вы мне глубоко симпатичный как человек, поэтому до конца рабочего дня жду вас у себя в кабинете. Главное управление ОБЭП, 312 кабинет. Не забудьте, ладно? Мы также начинали дома домашнее производство, но очень быстро поняли, что нужно реализоваться, открыть ИП. И поэтому кошмары, которые напали на героиню сериала, нас обошли стороной. Другими словами, если бы вы оформили ИП, то эту проверку... Круто. А если у нас нет ИП? Да. Что делать в такой ситуации? Ну, на самом деле, действительно, за последние годы сам процесс открытия юридического лица действительно упростился. Сейчас все ушли в мобильное устройство, куча приложений. И чем дальше будет это все развиваться и все будет становиться проще, тем сами люди будут понимать, что бизнес — это не так страшно. Драйв именно в том, что ты каждый день что-то пытаешься улучшить, сделать. По времени, наверное, года полтора. То есть, ну, это такая была кропотливая работа, и даже иногда хотелось что-то бросить. Но сейчас понимаем, что это действительно такой тренд. А с учетом, что большое количество там и домашних кондитеров, да, и производств открывается, конкуренция — это всегда хорошо. Ну, есть точки роста, и видно, что это дальше может развиваться и приносить прибыль. Так, идите на диван чай пить. Ну, однажды к нам в кондитерскую поступил большой заказ на огромное количество капкейков, на которых должны были изображены, скажем так, мужские половые органы. Мы от этой идеи отказались, но у нас на аутсорсе есть декоратор, с которым мы разговаривали. Она сказала, что это чуть ли не самый популярный заказываемый мастичный аксессуар, скажем так. Был большой вот недавно заказ, корпоративный торт, 28 килограмм, и там были из-за Мальтовой такие большие украшения, и в процессе доставки они повредились, и пришлось срочно выезжать к кондитеру, чтобы это все поправить. То есть чем-то напоминает, да, первую серию, эпизод, где главная героиня на парковке, да, что-то там поправляла. Поэтому вот они как раз настоящие истории, и еще лишний раз доказывают, что сериал взят не из потолка, а действительно из жизненных ситуаций. Многие девушки-кондитеры, как мне кажется, они все-таки творческие, 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 и все так воздушно и легко. Продукт не гарантирует тебе успеха как такового. Нужно очень много сил потратить на маркетинг, на выстраивание отношений с клиентами и другие истории, именно связанные с бизнесом. Свой бизнес – самый захватывающий сериал в вашей жизни. Развивайте свое дело вместе со Сбербанком. Сбербанк – лучший цифровой банк для малого бизнеса. Сбербанк – лучший цифровой банк для малого бизнеса.